Применение человечеством вакцин в течение 20 века увеличило продолжительность жизни людей в среднем на 30 лет. Но, несмотря на успех, случались провалы, которые приводили к трагическим последствиям и, более того, поставили под угрозу саму возможность вакцинации. Не зря в прессе инцидент Каттер назвали худшей фармацевтической катастрофой в истории Америки. На стыке 19 и 20 веков в мир пришла очередная напасть. Начала набирать силу будущая эпидемия полиомиелита – опасного и весьма заразного заболевания. У одного из 200 заболевших развивался необратимый паралич. Каждый десятый из числа таких парализованных людей умирал из-за наступающего паралича дыхательных мышц. Спасали пациентов только железные легкие – это камеры, созданные в 1920-х годах, в которых работа парализованных дыхательных мышц совершает перемены давления воздуха. В этих ящиках, откуда торчали голова до ноги, проводили остаток своих дней жертвы полиовируса. К середине прошлого века в США количество заболевших стало повышаться и также росло число смертей и случаев с частичным или полным параличом. Полиомиелит в Штатах превратился в самый пугающий фактор после атомной бомбы. Вакцинация – это один из наиболее эффективных способов предотвращения распространения опасных заболеваний. Инактивированная вакцина Джонаса Солка была разработана в 1952 году и одобрена в апреле 1955 года. Вакцина Солка основана на полиовирусе, выращенном в клеточной линии Хела и химически инактивированном формалином. После инъекции трех доз более 99% получивших вакцину вырабатывают положительный иммунитет к полиовирусу. 12 апреля 1955 года после объявления успеха испытания вакцины против полиомиелиток Катер Лабораторис стала одной из пяти компаний, которые получили лицензию на производство со стороны правительства Соединенных Штатов. В результате ошибки было произведено 120 тысяч доз вакцины против полиомиелита, содержащий живой вирус, который не был должным образом инактивирован. Уколы вакцины были сделаны сразу после того, как ее одобрили. Через несколько дней поступили первые сообщения о параличе и спустя 15 дней после начала вакцинации 27 апреля 1955 года вакцину отозвали, дав двое суток на ее возврат на склады. 6 мая процесс вакцинации остановили полностью. Следующие полторы недели ушли на повторную проверку и поиск того, нет ли в других партиях вакцины живого вируса. Ведь всего в производстве препарата принимали участие 5 компаний, отправивших в оборот почти 5 миллионов его доз. Последующие расследования показали, что более 100 тысяч детей были случайно заражены живым опасным полиовирусом. 40 тысяч из них заболели полиомиелитом в легкой форме. 200 были навсегда парализованы, а 10 погибли. На короткое время инцидент с Катаром остановил амбициозную программу вакцинации и пригрозил свести на нет все усилия к ликвидации эпидемии полиомиелита в Соединенных Штатах. Катар заявили, что процесс производства вакцины, в частности инактивация вируса, оказался весьма сложным и что они действовали в меру своих сил. Некоторые из пострадавших подали в суд, однако эти дела ничем не закончились и все конфликты были улажены между сторонами. Инцидент с Катаром был одним из самых страшных фармацевтических катастроф в истории Америки, однако это привело к ужесточению стандартов и повышению безопасности вакцин. А пока на этом все. Ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока!